Да, что у вас? Ежегодный список расходов на товары Андерсон, Роботикс, Амуры, Апломады, приличное количество устройств, Джерфелкон, Кэстрел и Мерлин необходимо уточнить, ну и Нанкин и Перегрин, как обычно. Организация номер Связанная организация 11-115, Андерсон, Роботикс Членство Около 200 сотрудников по всему миру Ввиду использования устройств Seeker в числе персонала Андерсон, Роботикс, определить точное число сотрудников затруднительно Ресурсы 750 миллионов долларов США в год, аномальные способности Статус Активно Описание Андерсон, Роботикс, паротехнологическая фирма, специализирующаяся на продаже аномальных роботов, андроидов, носителей искусственного интеллекта, компьютерных программ и кипернетических приспособлений Хотя Андерсон Роботикс существует с 1990 года, фирма впервые привлекла внимание фонда в 2007 году после захвата SCP-1360 в ходе рейда на склад незаконно сбываемых паротехнологий в Сиэтле С этого первого контакта Андерсон Роботикс были признаны основным распространителем паротехнологической робототехники В то время как Андерсон Роботикс достигла присутствия во всем мире, особенно после установления в 2014 партнерских отношениях с Marshall Carter и Dark Limited Их текущей оперативной базой является континентальная часть Соединенных Штатов, в частности северо-запад Тихоокеанского побережья Основные учреждения производства, сбыта и управления были обнаружены в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния, с недавних пор в Нью-Мексико, Аризоне и Луизиане С момента обнаружения этой организации были выявлены несколько имеющих отношения к ней объектов SCP Персонал может ознакомиться с полным списком объектов по тегу Андерсон В настоящее время расследование внутренней структуры Андерсон Роботикс силами мобильно-оперативной группы Гамма-13 законники Азимова свидетельствует, что административное ядро фирмы состоит из совета шести лиц, перечисленных ниже Винсент Андерсон Генеральный директор аномальный куманоид синего типа Альберт Финиас Фростман Директор по производству аномальный гуманоид синего типа Доктор Медея Контас Со-руководитель отдела исследований и разработок Джейсон Контас Со-руководитель отдела исследований и разработок Доктор Джеффри Уилсон Руководитель отдела расширенной логики Айзек Диллард Исполнительный директор Попытки задержать вышеуказанных лиц были затруднены примечательными разведывательными возможностями организации, аномальным характером их объектов, а также сильной поддержкой со стороны внешних связанных организаций В их число входят не только Макит и Гок, заключившие с Андерсон Роботикс многочисленные контракты на поставку, но и церковь Максвеллизма, одобрительно воспринимающая продукцию и персонал Андерсон Роботикс Андерсон сделал паузу Вынул маленький черный пульт из кармана пиджака и нажал кнопку Через несколько мгновений по всему учреждению раздалось низкое гудение Затем выстрелы Через несколько секунд вступили аварийные сирены Андерсон тем временем аккуратно сложил все бумаги обратно в папку и отошел от стола «Во всяком случае...» — снова заговорил он, шагая в направлении двери Бенни быстро скатился со стола и заполз по его штанине в карман пиджака «Тот, кто составлял мое дело, поработал... ммм... шикарно! Я и не знал, что вам удалось собрать на меня столько грязи! Поздравляю!» Андерсон открыл дверь и вышел в коридор «Напомните мне... хммм... проставить вам выпивку при следующей встрече!» — крикнул Андерсон в закрывающуюся дверь Разведывательные зонды серии Амур Маленькие роботы сферической формы способны с помощью выдвижных ножек забираться на отвесные поверхности Крошечные дроны примерно 5 сантиметров в диаметре Каждый оснащен устройствами видео и аудиозаписи и системой активной маскировки Несколько экземпляров были обнаружены шпионящими за персоналом фонда, в частности в зонах 64, 81 и 88 Староживое устройство серии Апломада Автоматическая турель примерно 2 метра в высоту, оснащенная тепловизором и четырьмя стволами, которые могут содержать широкий спектр вооружений Способность к самостоятельному ремонту наружной брони делает устройства Апломада в значительной степени невосприимчивыми к огню из большинства видов стрелкового оружия Протезы серии JerFalcon Впервые поступившие в продажу в 2016 году устройства серии JerFalcon включают гибернетические глаза, ноги и руки и делает возможным большое разнообразие парачеловеческих способностей и функций В отличие от других продуктов Андерсон, роботекс продукты серии JerFalcon почти исключительно предназначены для клиентов Marshall, Carter и Dark Limited Универсальное домашнее устройство серии Kestrel Более метра в высоту, напоминающее большой черный куб устройства Kestrel, оснащено большим количеством манипуляторов, которые могут быть специализированы для широкого спектра бытовых нужд В числе примеров приготовления пищи, уборка, столярные работы, авторемонт, уход за детьми, сельское хозяйство, садоводство и уход за домашними животными Авиазонд серии Merlin Похожие на небольшой реактивный самолет с размахом крыльев 34 см беспилотные летательные аппараты серии Merlin могут быть оснащены широким спектром вооружений, а также обладают возможностью видеозаписи Уникальный внешний корпус устройства делает его невидимым для большинства методов видеонаблюдения Система восстановления компьютеров Nanken Прототип разработан Андерсон роботекс в 2012 году и представляет собой флеш-накопитель, содержащий искусственный интеллект который способен устранять основные компьютерные неполадки Несмотря на значительную функциональность прототипа, Андерсон роботекс не выставила продукт для продажи потребителям Универсальный гуманоидный андроид серии Perigreen Ростом около двух метров андроиды серии Perigreen в настоящее время являются самым продаваемым товаром Андерсон роботекс и единственным их андроидом, доступным для продажи широкой общественности Каждое устройство серии Perigreen настраивается на выполнение как бытовых, так и боевых задач и оснащено продвинутым искусственным интеллектом В последние годы многочисленные связанные организации и богатые клиенты начали приобретать универсальных гуманоидных андроидов серии Perigreen, чтобы пополнить свои силы безопасности Кроме того, универсальные гуманоидные андроиды серии Perigreen продемонстрировали способность выполнять функцию командной единицы для других продуктов Андерсон роботекс в первую очередь устройств Апломада и Мерлин Андроид серии Сейкер Сейкеры подобны андроидам серии Perigreen, но предназначены для оснащения внешней оболочкой напоминающей человеческую плоть и позволяющую им выдавать себя за людей В настоящее время Сейкер – единственная модель андроидов Андерсон роботекс не предназначенная для публичной продажи Сейкеры широко используются фирмой для шпионажа в том числе они действовали под видом нескольких сотрудников фонда SCP а в одном случае под видом члена Конгресса Соединенных Штатов Насрадна инвестиции ДТ